Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать очередную самоделку. Будем делать мы из старого бачка из-под фреона. Таких самоделок, конечно, в полном в интернете, но я сделаю для себя и по-своему, и покажу это вам. Чтобы получится, давайте посмотрим видео. Но хочу немножко вам рассказать. Сегодня мы с вами проведем конкурс. Ну, не проведем, а расскажу об условиях конкурса. Будем мы разыгрывать аккумуляторную дрель-шуруповерт от компании Stanley. Пользуюсь я им более полугода. Показалось я только с лучшей стороны. Ну, а теперь по шуруповерту. Шуруповерт у нас 18-вольтовый, аккумулятор 2 Ач, 2 штуки в комплекте. Условия конкурса совершенно простые. Поставить лайк этому видео, подписаться на меня или быть подписанным, заполнить форму. Форма будет под видео в описании. И просмотреть данное видео. Все. Конкурс продлится у нас по 29 октября включительно. Итоги конкурса мы проведем в прямой трансляции 31 октября в 16.00. Так что участвуем в конкурсе и смотрим видео. Ну, а я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Самоделку мы будем делать вот с такого вот бачка из-под фреона. Для сборочки нам понадобится 3 крана. Одна, вторая, два снутренней и один снутренний и снаружный. Потом вот такие вот от ПНД трубы. Переходнички здесь под резьбой. Один угол 90 градусов. Несколько сгонов. Ну, я не знаю, сколько прилились, но еще добавлю. И пару тройников. И также такая вот, такой переходничок. ПНД труба нам понадобится. Сейчас примерно буду прикидывать, походу собирать. И будем смотреть. А потом уже будем все это герметично сажать. Сейчас первым делом хочу убрать вот эту заглушку. По итогу я прорезал болгарочкой дырку. Ну, чуть резанул, блин. Мне особо не подлезешь здесь. А сейчас так вот здесь мне будет необходимо сделать отверстие. И также по центру тоже будет необходимо сделать отверстие. Сделаю вверху отверстие. Сделал отверстие на 15. Зачистил я от краски. Сейчас приварю сюда резьбу и сюда приварю резьбу. А здесь под конусом я уже отрезал заранее. Будем такую вот с резьбой на 32. Вот таким вот образом. Ну, примерно, чтобы она вертикально стояла. Тоже обваривать. Так, ребят, сварку я вам показывать не стал. Я не профессионал. Ну, я думаю, что заварил все достойно. Я думаю, что все держаться будет. Ну, и с ней будет всегда сварка под рукой. В принципе, сам бак готов. Ему надо будет еще крепление сделать. Но мы сейчас займемся немножко другим. Мы сделаем сначала сборочку, для чего это все нужно. Потому что понять здесь вот внизу, какой вылет у нас будет. Чтобы потом можно было приварить сейчас стоячески. Первым делом мы накрутим кран. На кран установим сгон. Я его немножко, правда, резьбу укоротил. Потому что длинная она не нужна. На сгон установим тройничок. На сгон поставим вот такой вот переход. На сгону тройничок по МД-шной. На верхней штуцер тоже накрутим тройничок. Сюда также накрутим переход. Берем кран и тоже с двух сторон накручиваем переход. Использовать я вот такую ПМД-шную 20-ую трубу буду. Сейчас отрежем примерно первый кусочек. Она у нас где-то заходит вот так вот. Вот прикинул. Это где-то 5 сантиметров. Нам нужно максимально близко поставить. То есть мы грубо вот так вот сейчас отрежем. Первый кусочек у меня получился 11 сантиметров, 110 миллиметров. Сейчас мы его поставим. На самом деле труба ПМД-шная очень хорошо давление держит. Я думаю, вы все знаете, у многих водопровод. В том числе и у меня водопровод сделан ПМД-шной трубой. Поддел ее вот до упора поставил. Теперь можно и закручивать. Теперь нам надо вот этот угол собрать. Сейчас вот так вот поставлю. И примерно прикину, сколько здесь получается. У нас получается 20 сантиметров, 200 миллиметров. Сейчас отрежем такой кусок. Сейчас соберем быстренько. Собираем и следующий угол. Здесь какое-то прям, не знаю, китайское такое ощущение. Так, все это нужно затянуть хорошо. И остался у нас последний кусочек. Мы сейчас примерно опять его... Здесь тоже у нас 11 сантиметров. Прямо как будто я его и отрезал. Ну, я, в принципе, наверное, сейчас его вставлять сюда не буду, потому что нам все равно эту конструкцию всю разбирать надо. Сюда мы тоже так же вот накрутим кран. Ну, сейчас просто седуально накажу. Кран сюда и сюда вот вкрутим штуцер. Снизу у нас еще пойдет один сгон. И, в принципе, вот вся эта конструкция уже готова. Теперь давайте все посадим на герметик. Все это проверим, опрессуем. А потом уже будем дальше делать. Ну, я вот все узлы разобрал, чтобы мне можно было посадить... Я буду вот на такой сам технический клей. Он здесь подходит до питьевой воды, природный газ, жижный газ, отопительный антифриз. Очень хорошо держит. Даже вот рекомендую, если делал отопление. Спасибо за просмотр! Так, конструкция собрана. Сейчас вот поставлю заглушечку с резиночкой здесь, на этот край. Ну, чисто, чтобы нам можно было проверить герметизацию всего этого. Так, наверх у меня есть чугунная гайка, правая. Она четко подходит по 3-2 резьбом. Вот так же резиночку мы и поставим. Сейчас затяну и пойдем проверять. Ну, все, я берем, батон собрано. Пойдемте проверять. Ну, проверять еще не вся конструкция, конечно, готова. Пойдемте проверять герметизацию. Заправлять я буду через компрессор. Сейчас попробуем накачать. Сейчас у меня стоит, сколько здесь, в ничем не 4 атмосферы. Вот у нас лозу качает. Сейчас мы прибавили, на 4 добавили. Давайте побольше накрутим. Так, ну вот, шестерочку накачали. Слышу, где-то подшипливать. Обязательно надо закрыть кран. И вот так вот. Так, шипник у нас вот в этом месте. Здесь прокладка, это мне все равно будет по-другому все сделано. Это сейчас не столь важно. Главное, что у нас на вот этих стыках все четко. Все отлично. Поехали собирать. Друзья, есть у меня вот такой вот готовый уже квадрат. Ну, есть он, теперь я уже буду использовать его. Пожал его в тисочке. Сейчас примерно поставим крестик по центру. Сделаем отверстие. Кернить я буду, как всегда, старым метчиком. И сделаем сквозные отверстия на шесть. С внутренней стороны попробую расширить сверлом на 12. Здесь у меня такие вот колесики. Сейчас попробую наживлять. Вот так вот. Разжал. Ничего. Главное наживить. Вот так вот наживляем. Прижал немножечко. Все, наживили. Теперь можно затянуть. И второй тоже точно так же поставим. Друзья, не стал я показывать на камеру всю весь процесс работы. Немножко расскажу. Приварил вот такие инфлярезервные ноги. То есть он у нас катается. Так же устойчиво все это стоит. Одел шланг. Здесь через сгоны поставил кран. Установил наконечник из свечи зажигания. Это делается очень элементарно. Если будет интересно, пишите. В следующем видео покажу, как я это делал. В принципе, конструкция готова. Все это, естественно, подтянул, протянул. Все будет классно. Сейчас будем пробовать. Вам хочу еще раз напомнить. Не забудьте поучаствовать в конкурсе. Все условия у меня будут где-то в середине ролика. Послушайте. Так же все условия будут в описании. Шурик огонь. Блин, ну достойный будет подарок кому-то. Ну, идем пробовать. Песочек буду использовать обычный. Я его просушил. Сейчас засыплю. Засыплю, наверное, пол гидра. Закрутим заглушку. Включаем компонент. Сейчас я подключил. Крыс 9,4 атмосферы давления. Попробуем на самом баллоне. Правда, в помещении такое не делают. Но у меня сегодня выбора нет. Главное средство защиты – очки. Одеваем обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, у нас с вами получился вот такой вот замечательный пескоструй. Я его покрасил, теперь это смотрится почти как заводской. Я думаю, получилось достойным. Я результатом очень доволен. Вам всем огромное спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Всех вас обнимаю, жму руку. Не забывайте подписаться, кто еще не подписался, участвовать в конкурсе. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok